Друзья, всем привет! Вот так можно использовать лавровый лист. У всех имеется дома лавровый лист. Вы знаете, какой это замечательный листик? Он может помочь во многом. Познакомьтесь, как его можно использовать и применять. Если беспокоить неприятный запах изо рта или воспалительный процесс в этой области, стоматит, гингивит, воспаление десен, то можно просто несколько раз в день пожевать лавровый листик, после чего в течение часа не нужно ничего пить и есть. Легко возбудимым, плохо засыпающим детям, несколько лавровых листочков можно зашить в подушку. Это успокаивает не хуже корня валерьяна. Лавровые листочки можно использовать для дезинфекции помещения, в котором находится больной. Для этого нужно заварить несколько листочков кипятком, настоять 15 минут и вылить в блюдце или в тарелку, после чего все помещение наполнится ароматом лаврового листа и очистится от болезнетворных бактерий. Настой из лаврового листа для приема внутрь. 10 средних лавровых листочков залить 3 стаканами крутого кипятка, настаивать в течение 3 часов и принимать по половине стакана 3 раза в день, как сахаропонижающее средство при сахарном диабете, как противовоспалительное средство при ревматоидном артрите и как антибактериальное и иммуностимулирующее средство при туберкулезе. Лавровое масло. 1,5 столовых ложки измельченных лавровых листьев залить стаканом очищенного растительного масла, настаивать в темном, прохладном, но не в холодильнике месте в течение недели, процедить и использовать наружно для лечения воспалительных кожных заболеваний, в том числе с нагноением, опрелости и пролежней. Настой лаврового листа для наружного применения. 30 лавровых листочков заварить стаканом крутого кипятка, настаивать в течение 3 часов, после чего вылить в таз с теплой водой и сделать ванночку для ног в течение 10 минут при повышенной потливости ног и неприятном запахе. Всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой видеоканал. Всем пока!